Полдень буднего дня. На дороге в Москве свободно. Навигатор докладывает загруженность 0 баллов. А все потому, что вот уже несколько дней в городе действуют ограничительные меры. Так как количество автомобилей на дорогах существенно уменьшилось, снизилось и количество аварий. По данным Департамента транспорта Москвы, еще до введения ограничительных мер, число личных автомобилей на дорогах снизилось на 4-5%. При этом упал спрос и на альтернативные виды транспорта. Таксомоторные службы и каршеринг потеряли порядка 25% клиентов. Аварий в марте также стало меньше, на 9%. Столица как будто вернулась на 30 лет назад. На тысячу москвичей тогда приходилось всего 200 автомобилей. И трафик был значительно ниже. Можно вспомнить 1991 и 1992 год, когда в стране были перебои с бензином на автозаправочных станциях. И люди действительно стали экономить топливо, ездить по необходимости. В этот раз снижение трафика вызвано пандемией коронавируса. Многие перешли на удаленную работу и необходимость в использовании транспорта отпала. Любопытно, что по мнению экспертов, даже после снятия ограничительных мер, уровень загруженности не вернется к прежним показателям. Действительно, многие стали работать удаленно. И части из этих людей такой вариант работы понравится. И в последующем следует ожидать, что часть этих процессов станет необратимым. Люди более внимательно отнесутся к своим затратам времени, затрачиваемые на передвижение, на работу и с работы. И значительная доля из них навсегда выберет в качестве формы работы, удаленную работу дома. В первую очередь, это касается транспортных корреспонденций с рабочими целями. Дом-работа и работа-дом. Напомним, что нарушение правил самоизоляции влечет за собой штраф в 4 или 5 тысяч рублей. Если пешеход пренебрегает предписаниями повторно. Что же до автомобилистов, то для них 5 тысяч рублей и эвакуация машины на штрафстоянку. Правда, пока эти санкции применяются лишь к тем водителям, которые находятся на карантине.